Бобруйские шины Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели, а те, кто видел все своими глазами. Я Максим Кимбель, мы начинаем. Билет на поезд, повышение стоимости и большой разговор с президентом. Форум пройдет уже завтра, 9 августа, во Дворце Независимости. Сколько участников? Стратегия развития. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко посетил Белшину. Господдержка, в принципе, по всем предприятиям будет снижаться. Почем нынче бобруйские шины? Слесари, высотники, классные работники. С днем строители, наши дорогие бобруйчане. Какие объекты сейчас возводят бобруйские специалисты? Знай наших. Бобруйчанка Ирина Курочкина заняла второе место на Олимпиаде. Хочу сказать огромное спасибо. Поддержка чувствовалась. Вы супер. Кто переживал за спортсменку? Афганские митинги, прививки для бездомных и ЧП в Якутии. Там горит почти 2 миллиона гектаров леса. Чем грозят пожары? Визит с пометкой «Важный». Белшину посетил премьер-министр Белоруссии. Роман Головченко познакомился с работой завода крупногабаритных шин. Сейчас на промгиганте реализуется ряд инвестпроектов. Поэтапно в строй вводятся новые линии. Снижение долговой нагрузки и выход на максимальные производственные мощности – главные задачи. Какой спрос на бобруйский товар и прибыльное ли шинное дело? Все ответы в нашем следующем материале. Александр Жук 7 лет как шинник. Должность – сборщик покрышек. Место работы – завод КГШ. Два года назад здесь появился новый комплекс. Он создает резиновую обувь для карьерных самосвалов. Ее диаметр 25-29 дюймов. Грузоподъемность до 19 тонн. Благодаря современному оборудованию труд Александра теперь больше умственный, чем физический. Технику контролируют через пульт управления. Сами посмотрите. Красивенькое, чистенькое оборудование. Легче работать. Новое все. За тебя уже машина думает. Модернизация. Этим сейчас живет предприятие. У нее два направления. Техническое перевооружение и стабильная экономика. Оба напрямую зависят от реализации инвест-проектов. Речь о заводе крупногабаритных шин. В частности, налаживание выпуска новых видов продукции. После выполнения этого пункта ждут на Белшине увеличение прибыли. Наверное, нет ни одной страны в мире, которая не ездила бы на шинах, не применяла. Начиная от легковых, сельскохозяйственных, грузовых, сверх крупногабаритных шин, там где есть карьера. Мы работаем по всем этим ассортиментам шинной продукции. Поэтому, конечно, у нас всегда есть возможность диверсифицироваться на рынке. На близлежащие, конечно, в первую очередь. Но мы не забываем про дальние зарубежья. Если есть востребованность, мы всегда готовы к этой Корее и Вьетнаму. Сейчас модернизируют и цех вулканизации. Здесь появились новые пресса, в скором времени установят еще 16. В сентябре закупят рентген-установку. Она позволит увидеть все дефекты изнутри. Новые технологии, качественная продукция. Если раньше в покрышке было 32 слоя, то сейчас один, металлокордный. Это экономия средств, резина более устойчивая к ударам, порезам. Можно ездить даже по скалам. Она служит обувкой для грейдеров, погрузчиков. Людей не стало меньше. Мы своих работников ценим и их не сокращаем. До автоматизации, как видели на сборочном комплексе, у нас сейчас работает 4 человека. Они могут в смену производить 36 покрышек на одном комплексе. Соответственно, 2 комплекса, 72 покрышки по сутку. Сейчас к Белшине пристальное внимание на самом высоком уровне. Сегодня с ходом модернизации знакомится премьер-министр Белоруссии. Роман Головченко сразу акцентирует. Преобразования должны приносить пользу. Здесь на первый план выходит слаженная работа. Стратегия развития у предприятия есть. Наличия недостаточно. Ее нужно реализовать. От планирования производства до маркетинга избыто. Главное снизить долговую нагрузку и выйти на максимальную мощность после реализованных инвестпроектов. Мы договорились о том, что господдержка, в принципе, по всем предприятиям будет снижаться. Это экстренный инструмент, который государство будет применять не как системная мера, а, условно говоря, как помощь для тех, кто попал в трудную ситуацию в связи с какими-то изменениями на рынке. Резкая стоимость сырья, конъюнктура и так далее. Поэтому, конкретно примитно к Белшине, речь не идет о новой господдержке в виде каких-то финансовых вливаний. Мы договорились о том, что под реализацию стратегии рассмотрим проблему частичной возможной. Реструктуризация задолженности и применение более льготных условий для ее погашения. Но она будет, опять-таки, жестко увязана с реализацией вот тех мероприятий, которые предусмотрены в стратегии. О работе предприятия судят по цифрам. За первые полугодия Белшина экспортировала продукции почти на 92 миллиона долларов. Средняя зарплата за июнь – 1269 рублей. Комбинат носит статус градообразующего. Здесь трудятся более 7 тысяч человек. Следовательно, успех завода – это доходы и уровень жизни бобручан. В масштабе всей страны – экономическая безопасность. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Они трудятся в поте лица. В Беларуси день строителя. Бетонщики, отделочники, маляры, штукатуры, люди, благодаря которым создается комфорт и уют в наших домах, принимают поздравления. В этой отрасли работает почти 200 тысяч человек. Бобрусьские специалисты давно сыскали уважение у местных жителей. По сложному списке – жилье, социальные и спортивные объекты. Карина Гуревич проинспектировала одну из строек. На радость людям. С таким девизом Светлана Садоведова больше пяти лет работает на Бобрусьском МДСК. Сейчас она – маляр четвертого разряда. Красит, шпаклюет. А когда-то пришла новичком. Но, как известно, терпение и труд – все перетрут. Специалист работает на самых важных городских стройках. Готово и в выходные. Главное – качественно и в срок. Мне нравится, в общем, приносить радость в каждый дом деткам в садик. Вот детскую больницу мы тоже делали, очень красивая вышла. В Осиповичах мы сдавали тоже больницу. Соседний садик сдавали тоже. Специалисты МДСК заняты строительством детского сада на улице Днепровской флотилии. Проект – близнец учреждения дошкольного образования в седьмом микрорайоне. Новый объект – долгожданный. Рассчитан он на 240 мест. Ведутся отделочные работы внутренние. Заканчиваем устройство фасада из крама хранита. Приступили к благоустройству. Все инженерные коммуникации к зданию уже подведены. На участке работают больше сотни человек – специалисты широкого профиля. Сам детский сад будет ультрасовременным. Музыкальные, спортивные и гимнастические залы, плюс бассейн. В планах набрать группу детей с ограниченными возможностями. Для этого создадут все условия – как в помещениях, так и во дворе. Во внутреннем дворе садика будет 13 беседок. По одной на каждую группу. Площадь навеса – 27 квадратных метров. Здесь смогут поместиться минимум 20 ребят. Не только седьмой микрорайон, но и ведь Бобруйск развивается стремительно и динамично. В скорой перспективе – застройка Северного. И это не только дома. К 2023-му в Киселевичах появится современный детский сад с бассейном на 190 мест. Возведут и торговые объекты. К примеру, вместо знаменитой этажерки на Минской, город ждет торговый центр площадью около 7 тысяч квадратных метров с фудкортом, детским комплексом и магазинами. Беларусь отмечает День строителя. Дорогие наши строители, ваш труд несоизмеримо важен. Он достоин. И вам благодарны тысячу граждан, улучшившие свои жилищные условия. Пусть в ваших сердцах всегда горит огонек, позволяющий вам добиваться таких классальных успехов в вашей трудовой деятельности. Пусть семье всегда творит благополучие. Большого вам здоровья, успехов. И с Днем строителя, наши дорогие бобручане. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели. Серебро с золотым отливом. Ирина Курочкина стала второй на Олимпийских играх в Токио. Это была третья медаль по счету в копилке белорусской сборной и лишь вторая за всю историю в женской борьбе. В финале бобручанка боролась хозяйка ковра. Соперник был уж очень сильный. 5-0. Японка победила. За поединком следила и наша съемочная группа. Финал Олимпийских игр – мечта любого спортсмена. Ирина Курочкина шла к нему всю свою карьеру. С первых минут японка показывает свой высокий уровень. Захват со спины – еще одна атака. Преимущество – в два балла. После передышки спортсменка из страны восходящего солнца выталкивает бобручанку плюс одну очко. Ирина держалась, но опыт сегодня победил. 5-0. Рисако Кавайи завоевывает для себя вторую золотую награду. Пять лет назад она поборола другую белорусскую – Марию Мамашук. За тысячу километров от Токио в агрогородке Ракушево Круглянского района за выступлением следят самые преданные болельщики – родные Ирины Курочкиной. Мама, папа, сестры. Никто не жалеет сил, все переживают. Для спортсменки это первая Олимпиада. И сразу такой успех. Эмоции переполняют. Я думаю, она гордость не только нашей семьи, но и всей Белоруссии. И серебро вообще отлично. Хай бог здоровья только это есть. И быстрей домой возвращается. Ой, все счастливые, и дороги домой. Просто эмоции невозможно сдерживать. Она молодец. Она достойна этой медали. Она работала на эту медаль. Она заслужила это. Она это заслужила. Она к этому стремилась, она молодец. Я не расстроена, нет, я очень рада. Я горжусь. Она молодец, очень слезы радости. Спортивная карьера Ирины Курочкиной начиналась в Круглянском районе. Первый тренер – Анатолий Баландин. Он и сейчас всего себя посвящает местной детворе, делая с ними первые шаги в спорте, как когда-то с Ириной. Успех на Олимпиаде вызывает самые теплые чувства. Девочка, которая вышла с села и пошла дальше, и попасть на Олимпиаду. Конечно, каждый мечтает и думает об этом. И детки завидуют. И мне, как тренеру, приятно, что моя ученица дошла до Олимпиады, еще медаль принесла. Болеет за Ирину и весь Бобруйск. Евгения Андрейчикова, 10 лет на одном ковре с Курочкиной. Два года тренируется под руководством одного тренера. Девушка знает, подруга по команде – настоящий лидер. Медаль на Олимпиаде была ее мечтой. Ира показала за все эти годы себя целеустремленным человеком, знающим, чего хочет в жизни. Она, несмотря ни на что, на внешние факторы, идет за своим, за своими медалями, несмотря ни на что. Ни на травмы, ни на плохое настроение, ни на что. Я горжусь то, что на одном ковре тренируюсь с Ирой у одного тренера, и вся Беларусь болеет за нее. Я хочу, чтобы она это знала. Она достойна, это не случайность. Она к этому готовилась. Мы знали, что будет медаль, но какой степень. В Токио рядом с Ириной ее личный тренер Артур Зайцев. Наставник не скрывает гордости. Да и сейчас не тот момент, чтобы прятать свои эмоции. Там слабых соперниц априори нет на Липецких играх. Это лучший спортсменок мира. И жребий был такой, какой он был. Она все прошла их. Самое сложное было, конечно, первое встрече, потому что это был ее дебют на Липецких играх. И было просто волнение. Но в полуфинал она раскачалась, и показалась во всей красе. И победила достойная щена. Ирина Курочкина – серебряный призер Олимпийских игр. Побрученко приносит третью награду в копилку белорусской сборной. После награждения спортсменка не может сдержать слез. Хочу сказать огромное спасибо. Поддержка чувствовалась. Вы супер. Сегодня у нас серебро. Я рада. И благодарю каждому, кто внес в это серебро свой дух и энергию. А вот всех люблю. Спасибо огромное. Олимпиада в Токио продолжается. У Беларуси еще есть шансы пополнить свою копилку. За спортсменов болеет вся страна. Ольга Вассенда, Максим Галеонко. Итоги недели. Контроль цен, города, поезда и плата за знания. На 10% повысится стоимость обучения вузов. Когда? Прием заявок на большой разговор с президентом закрыт. Число желающих журналистов, экспертов и частных лиц – порядка тысячи. Из них организаторы выберут около 300. Вопросов, в свою очередь, еще больше. Форум пройдет уже завтра, 9 августа, во Дворце независимости. За трансляцией можно будет следить в прямом эфире. Проезд по железной дороге подорожает в Беларуси на 5-15%. Изменения коснутся внутри республиканского сообщения. Увеличение стоимости будет зависеть от расстояния и класса поезда. Например, цена билета на обычную электричку из Минска до Заславля поднимется на 6 копеек, до Молодечна – на 17, на Штадлер, до Орши – на 43, а до Бобруйска – на 35 копеек. На 10% повысится стоимость обучения в вузах с 1 сентября. Последнее было в марте 2020. Напомним, в этом году общий план приемов 50 учреждений высшего образования – около 55 тысяч первокурсников. Из них 26 на платной основе, для которых зачисление завершится 11 августа. Нет наценкам и подорожанию. Март будет контролировать стоимость товаров для школьников. В частности, одежду делового стиля, обувь, канцелярские принадлежности. Субъекты торговли и производители не должны злоупотреблять увеличением цен. К слову, в Беларуси работает более 400 специализированных ярмарок. Учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и 9 полигонах России. Маневры носят оборонительный характер. Количество военнослужащих – почти 13 тысяч человек. Из них 2,5 – российские военнослужащие, плюс 50 – казахстанских бойцов из состава сил УДКБ. Будет задействовано до 350 единиц бронетанковой техники, в том числе самолетов и вертолетов. Время для покупок. В Бавруйске работает школьный базар на отрезке между Карлом Маркса и Держинского. Еще одна торговая точка расположилась на Горького, вблизи универмага. Несколько десятков предприятий предлагают широкий ассортимент товаров. От канцелярии до одежды по доступным ценам. Ольга Васенда отправилась на шоппинг. Все дороги школьников и родителей ведут на социалистическую. На отрезке между Карлом Маркса и Держинского работает специализированный базар. Изделия предлагают свыше трех десятков индивидуальных предпринимателей и предприятий города. Например, средняя стоимость канцелярского набора – 30 рублей. В него входят дневник, тетради, ручки, карандаши, краски. У нас цены намного ниже, чем в магазинах. Во многом больше ассортимент. Ну и тут в одном месте собрано очень много точек торговых. Так что, я думаю, каждый найдет себе то, что хочет. В первые дни работы школьного базара бобруйчане больше покупают одежду, отмечают продавцы. Выбор большой – костюм на мальчика, брюки и пиджак от 70 рублей, рубашки от 30. Стоимость нарядов для девочек не сильно отличается. Модельный ряд богат деловыми образами. Размеры от 30 до 40. Ткани прочные, трикотажные, цветовая гамма стандартная. В тренде у первоклассников принты и надписи. Работать базар начинают в 9 утра. Полдень – пик продаж. О комфорте покупателей тоже позаботились. В каждом павильоне есть мини-раздевалка, зеркало, коврик и вешалки. Огромный плюс – нет больших очередей. Что тебе сегодня бабушка купила? Ну, много всего. Три пачки пластилина, три пары брюк. Ты довольный? Конечно, довольный. Как после такого будешь недовольный? Ну, мы только еще пришли, ну, вот, просмотрели, выбор есть. Хороший выбор, да. Можно выбрать что-нибудь, конечно, по вкусу. Можно выбрать и товаром большой ассортимент. По вкусу, да. И цены по ценам можно выбрать. Уже что-то приобрели? Нет, еще только начинаем мерить. Еще одна точка для шоппинга – возле универмага Нагорького. Здесь цены начинаются от 20 рублей. Есть скидки. Их размер зависит от возраста коллекции. В четверг стоимость на всю школьную форму снижается от 10 до 20%. У нас огромный ассортимент предоставлен. Калинки – это в основном одежда для девочек. Жлобинская швейная фабрика. И Надекс – это сорочка, джемпера. Большой ассортимент брюк. Школьный базар работает ежедневно с 9 утра до 4 вечера. Выходной – понедельник. Торговля завершится уже после Дня знаний. 5 сентября. Ольга Васинда, Андрей Богдан. Итоги недели. Тишина на площадке. Бобрусская крепость вновь вернулась в 45-й в качестве локации. Здесь идут съемки восьмисерийного проекта. Название сериала «Пламя под пеплом» – производство киностудии «Беларусьфильм». События в ленте рассказывают о жизни послевоенные годы и настоящее время. Карина Угревич заглянула в сценарий. Быть в кадре – ее работа. Дарья Корпиченкова – актриса с большим послушным списком. Киношная жизнь началась 6 лет назад. Тогда были маленькие эпизодические роли. Сегодня она в главной. Картина «Пламя под пеплом». Признается, привыкла полностью проживать своего персонажа. Я хочу добиться того, чтобы жить этой работой. Это очень тяжело. Мне кажется, настоящий артист, который правильно делает свое дело, должен заниматься этим 24 на 7. Каждую минуту, каждую секунду он должен что-то учить, узнавать, как-то себя развивать по-новому. И я к этому стремлюсь. Я надеюсь, что это получится в перспективе. «Пламя под пеплом» – многосерийная лента. Проект киностудии «Беларусьфильм». Всего будет снято 8 эпизодов. В основе сюжета – истории молодых людей. На их долю выпали тяжелые послевоенные годы. Тогда Минск был весь напичкан минами. Они их находили и обезвреживали. Работа опасная. Многие погибали. Картина расскажет и о том, как сегодня очищают землю от снарядов и взрывчаток. Два времени, но занимаются одной и той же работой. И говорят, что пока последний солдат не захоронен, война не закончена. А у нас говорится о том, что пока последний снаряд из земли не достали, война не закончена. Я хочу, чтобы мы в очередной раз вспомнили и сказали спасибо вот этим молодым ребятам, которые тогда это сделали. Бобруйская крепость – одна из основных локаций. Здесь сохранились уникальные военные постройки. Горожане не прочь сняться в кино. Среди массовки можно заметить местных жителей. Около 50 задействованы в работе. Съемочный процесс – это тяжелый труд. Чтобы снять идеальный кадр, необходимо минимум пару дублей. А когда участвует одновременно несколько человек, то становится еще сложнее. Смена длится 10-12 часов. Актеры работают и днем, и ночью. Даже дождь не помеха. Никто не покидает съемочную площадку, пока не прозвучит «Снято». В Бобруйске съемочная группа пробудет до воскресенья. Дальше отправится в Минск. Процесс завершится 15 сентября. На телеэкранный фильм выйдет в феврале 2022-го. 1, 16, 9, 2. Тихо! Начали! Чего стоим? Сеанс вот-вот начнется. Я люблю, все равно. Карина Гуревич и Максим Галеонко. Итоги недели. Электрокары в массы. Восток дело тонкое и Барселона без месси. Аргентинец не будет подписывать новый контракт с клубом, почему стороны не договорились. Далее обзор громких мировых заголовков. Тысячи жителей крупных городов Афганистана вышли на улицу в поддержку правительственных сил. Акции прошли через день после нападения на дом министра обороны в Кабуле, ответственность за которое взяло на себя движение «Талибан». Боевики предупредили о новых планируемых атаках на чиновников. Наступление продолжается. Идут ожесточенные бои в западных и южных провинциях страны. Благотворительные организации начали иммунизацию бездомных Санкт-Петербурга. Десятки людей, живущих в приютах или спящих на улицах, получили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». В городе более 100 центров, но они доступны лишь для граждан Российской Федерации с удостоверениями личности и обязательной медицинской страховкой. В культурной столице, к слову, проживают около 60 тысяч бездомных, многие из которых не имеют необходимых документов. Электрокары приобретают популярность. В июле Великобритании их было продано больше, чем машин с топливными двигателями. Спрос подогревает решение властей с 2030-го запретить продажу бензиновых и дизельных авто. Например, в скором времени итальянская марка «Альфа Ромео» будет выпускать только электромобили. А президент США подписал указ, согласно которому половина нового транспорта в стране через 10 лет будет с нулевым уровнем выбросов. Планы Джо Байдена поддерживают крупнейшие производители мира. Дым от лесных пожаров в Якутии достиг территории автономных округов. В республике действует режим чрезвычайной ситуации. С 1 июля жителям запрещено посещать зеленые массивы. В регионе сейчас 178 действующих очагов. Горит почти 2 миллиона гектаров. В некоторых районах регистрируется превышение уровня химических веществ в воздухе. Огонь ускоряет и таяние вечной мерзлоты, из-за чего около 40% подвержено опасным явлениям. Эксперты указывают на необходимость увеличения финансирования. Лионель Месси не будет подписывать новый контракт с Барселоной. Стороны были готовы заключить договор, но не смогли согласовать его с правилами «Ла Лиги». Старый истек 30 июня. Напомним, шестикратный обладатель «Золотого мяча» дебютировал в составе первой команды в 2004-м. И с тех пор неизменно выступал за синегранатовых. Вместе с клубом аргентинец выиграл 10 раз чемпионат Испании. Также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин